А здрасте, доброе утречко всем. 6.03 утра, друзья, и мы с вами стартуем второй сезон нашего прохождения по Золотому Колосу. Сегодня, друзья, я вам расскажу о том, что же происходило в наше межсезонье, если можно так выразиться, а также, а также, а также наши планы на второй сезон и что мы будем делать. Так что, в общем-то, всем приятного просмотра и погнали. Во-первых, друзья, в последней серии первого сезона мы с вами запустили стройку вот этого вот склада для овощей, который под номером 2. Вот он у нас теперь построенный такой замечательный, мы можем им спокойно пользоваться и еще, поскольку там по 900 кубов, по-моему, можем закинуть сюда всяких овощей. Соответственно, вот тут у нас будет храниться лук-морковь, точнее свекла-картофель, а если лук-морковь будем куда-нибудь, надо будет сгружать, то ли с контрактов останется, то ли еще откуда-то, то мы его будем сгружать сюда. Также занимались мы посевом и уборкой наших полей. Да, кстати, четвертое-пятое поле мы сделали запрос прошлой серии, скажем так, и ответ пришел, мы эти поля купили. В итоге у нас нихренашеньки нет денег, но поле у нас куплено, теперь у нас их два. Я имею ввиду больших поля. На данный момент тут растет ячмень, сейчас я поподробнее об этом расскажу. Еще, друзья, я подключил мод точное земледелие и посмотрим, как это работает. Вроде как, относительно такая прикольная херня, но ничего толком она не меняет. С исключением того, что теперь мы всего лишь один раз будем удобрять самолетика. Но цена на самолетик из-за этого тоже поднялась. С этим модом я еще не убирал урожай, когда у нас все убрано. Один раз на стриме мы смотрели, как это работает. И здесь, разумеется, все красное у нас в графе урожая, потому что урожай был созревшим, когда этот мод мы подключили. Но сейчас поля полностью ухожены, здесь вот все как надо. Азот, PH, все идеальные уровни. И, соответственно, этот урожай должен быть у нас прям хорошим. В общем-то, посмотрим потом. Ну и еще купили мы вот такую вот машинку, для того, чтобы брать образцы почв. Тоже это на стриме было. Вообще, стримы проходили, можете там поискать то, что было между 20 серией и этой в разделе видео. И посмотреть, чем мы там упарывались. Ну и да, обнова карты. Вылетела обнова карты. Тут всякие мелкие изменения есть. Я поставил, друзья, второй уровень сложности. Я имею ввиду не экономическую сложность, а то, что на старте выбирается. На втором уровне сложности, в общем-то, нам теперь будет капать рейтинг за то, что мы будем выполнять срочные грузы. Че это у нас там открыт гараж, я не понял. Срочные грузы, да. В общем-то, сейчас появится смысл их брать и выполнять, если будет на это возможность. Потому что раньше я забивал на это большого такого болта. Закройся. Сейчас же будет смысл их брать ради рейтинга. Вообще, сезон у нас закончился на том, что нам надо было нафармить около 10 единиц рейтинга, для того, чтобы была возможность купить мельницу. Потому что, по факту, для съемки ничего уже больше интересного-то и не было. Я думал, что это займет много времени нафармить рейтинг, но, опять-таки, вышла обнова карты и все контракты, которые мы выполняли на чужих полях, работа. За них теперь тоже начисляется рейтинг и, соответственно, он у нас резко поднялся. Потому что было выполнено 480 с хером заданий на чужих полях. Плюс я опять в них упоролся. То есть мы сейчас опять будем ими заниматься и фармить рейтинг. В итоге он у нас 53, а нужен 55. То есть мы им близко, мы на финишной прямой, что называется. Ну и пару контрактов мы выполнили, а еще мы сеяли и забивали склады. Забивали их рожью, овсом, пшеницей, ячменью и кукурузой. И сейчас здесь довольно-таки много уже этого всего урожая. Плюс ячмень у нас еще на полях растет. Мы сейчас это все дело пойдем убирать. Также по тихой грусти мы занимались тепличками. Правда не очень активно. Сейчас там последний урожай уже уплыл. Требуется грунт. Мы его не купили, не завезли. Старый грунт потихоньку вывозился. Но происходило это относительно медленно. Потому что я на все это дело отправлял нашего трактора. По 14 кубов он возил туда-сюда грунт. Но у нас есть дохренища урожая, который можно продать и заработать денег. Потому что деньги нам тоже нужны. Чтобы купить всю ту же мельницу. Надо там больше 2 миллионов денег. Поэтому вот этот вот весь урожай тоже нужно продать. Делать мы это будем с помощью контейнеров. Контейнеровоза. У нас есть классный контейнеровоз. И в общем-то его мы тоже отправим работать. Единственное что у нас ман только один. Можно в общем-то будет отправить это работать и попозже. Сначала убрать поля. Давайте в общем-то тогда и начнем. В общем-то друзья в первую очередь конечно же отправляем нашего комбайна и мана убирать наши поля. Начнем с 6-7 оно поменьше будет. Хотя обычно я начинаю с того что побольше. Но не важно. Довольно быстро кстати проходит у нас уборка. Комбайн большой. Правда урожая сейчас если будет много. Тем более это ячмень и это урожайная культура. Может быть и подольше это все дело будет убираться. Потому что постоянные остановки, ожидания транспорта и так далее. Ну и урожая должно быть много. Это тоже хорошо. Что мы будем сеять вместо него я еще пока что не решил. Но скорее всего овес. Потому что его меньше всего. Надо было вообще овес сеять сейчас. Но почему-то я посеял ячмень. Не знаю почему. Мне прям самому это интересно. Возможно потому что мне было лень ехать за семенами. Овса. Их тоже было меньше всего. Могло не хватить. Давайте кстати вот и посмотрим. Что у нас по семенам овса и остальными. Так а с какого кстати у нас первый сорт семян работает? Расскажите мне. Это надо перемещаться на садовый центр. Чтоб это узнать. Ну-ка расскажи мне. А 65 рейтинга надо для первого сорта. Значит мы закупаемся вторым сортом. И смотрим что у нас есть по семенам. У нас есть еще 6 кубов пшенички. 6 кубов уходит примерно на 1 посев. Ячменя осталось мало. Овса осталось мало. Кукурузы еще много относительно ржи. Знаете надо наверное привести будет по одному кузову. По 12 кубов всех вот этих вот семян. Пшеницу и ячмень и овес и канолу. Канола не нужна ладно пока что кукурузу. Рожь, морковь можно кстати продать. Она нам не нужна. Или пусть лежит на самом деле. А и вот эту вот рожь кстати тоже можно продать. Третьего сорта я как-то на серии купил случайно. От нее в общем-то тоже можно избавиться. У нас для этих целей есть вот такой вот замечательный Урал. Поэтому давайте его отправим в садовый центр семена. И семена выгрузка будет отвозить обратно. Давай. Еть. И кстати тут появилась новая такая штука. Автогруз. Можно сейчас с семенами. Сейчас мы проверим. Игорь мне говорил о том, что он сам купит нужное количество семян. Поэтому мы сейчас в общем-то это и проверим. Так. Семена. Давайте начнем вот с первого овеса, который мы будем сеять. Второго сорта. Садового центра. 12 кубов. Мы такое задание ему даем. И еще добавляем выгрузить в склад. Тоже семена. Овес второго сорта. И на ферму на склад семян и химикатов. Таких вот два задания моему типа прописали. Пускай он съездит, привезет нам таких семян. Вроде как это должно будет работать. А пока он едет, друзья, давайте посмотрим на контракты, которые мы можем сейчас повыполнять. Что здесь есть интересненькое. Потому что контракты, это стало интересно. Культивация есть. 32 поле можно взять. Денег, конечно, не очень много дают. Но он быстро это сделает. И вернется на базу. Давайте возьмем. Что еще интересненькое. Опаньки, смотрите, 64 тысячи посев картофеля. Я его тоже беру и с чужой техникой. Потому что у нас картофеля сажалки нету. Возьмем. Вот сбор урожая цвеклы. Тоже, кстати, можно взять. 48 тысяч плюс там излишков будет много. Тоже круто. Сборку хлопка можно взять. Или культивацию 23 поля. Тоже маленькое. Давайте возьмем. Удобрение получается я брать уже не буду. Не хочу как-то. Сейчас с этим модом там что-то непонятное творится. Не хочу, короче. Есть еще вспашка с второго поля. Но у меня плуг очень маленький. Брать в аренду мне неохота. Сбор урожая. Потом уже будем брать их все подряд. Когда мы уберем свои поля. Получается, что мы взяли. Мы взяли культивацию. А, и она исчезла. Гениально. Значит, у нас остался только на посев контракт. Мы перемещаемся в магазин. И вот оно. Наши вот это вот чудо техники, которое нам дали. Сейчас мы все его загрузим здесь. Заставим работать. Вообще, садить картошку с семенами. Это очень дорогое удовольствие. Но. У нас на складе. Где наш склад? Вот он. У нас есть 447 кубов картофеля. И мы можем использовать его. В качестве семян этой самой. Ну, на посадку. Какое нам там поле? 21. Оно здесь рядом находится. Короче, смотрите. Сейчас мы их тут всех загрузим. Во-первых, генерируем маршрутик. Давайте. Вот отсюда. Вот ты поедешь работать. Проедешься по кругу. Давай раз 8. И сглаживай. Хрен с тобой. Во. Вот такой вот маршрут. Сдынь. Отключим ему удобрение. Сейлкой. Потому что это не надо. И ставим со стартовой точки. С этим понятно. Теперь автодрайв. Автодрайв у нас на пополнение ставится. Поле. Поле 21. Выполнять ты будешь у нас из базы. Базы овощи. Загрузка 2. Вот так вот. Там у нас картофан лежит. И забирать ты оттуда будешь картошку. Когда ты приедешь, давай включай себе курс плей. В принципе, его уже можно отправлять. Он поехал на загрузку. И еще автогруз, чтобы все прекрасно работало. Мы сейчас тоже настроим. Загрузить со склада товар картофель. И ферма овощной склад номер 1. Наверное, вторая лента. Вот сейчас вот я не знаю, как это работает. Объем 8 кубов. Давай еще сообщение нам тоже покажи о выполнении. Во. И он поехал работать. И у него все будет прекрасно. Должно быть, по крайней мере. Я еще точно в это так не игрался упорно. Что у нас здесь? У нас уже первая проходка подходит к концу, да? Уже даже вторая пошла. Второй по кругу он пошел. Я, кстати, отключил мод дополнительной информации о поле. От него толку особо много не было. Потому что мы поля объединяли. Пресижен фарминг. Это интересно. Ну и урожай у нас здесь. Давай. А. Что у нас? 125 процентов. Да. Все собирается 125 процентов. Вот здесь вот собирается меньше в углу. Потому что тут сама почва такая. Она не может давать вам много урожая. Хотя там было идеально. Идеально все было, да. Идеальный уровень и азота, и почвы. Что у нас здесь находится? Это чернозем. Опоз... Опозолены. Опозолены. Ё-моё. Выщелочный чернозем. Там тоже так себе дает. А вот чернозем типичный дает много урожая. Вот, соответственно, с этого поля здесь будет тоже все не очень прекрасно, видимо. Вот этот вот чернозем типичный находится в максимальном отдалении от воды. На этой карте, по крайней мере. Поэтому логичнее всего будет, если мы посмотрим на карту, что вот эти вот поля будут самой охрененной плодородностью. Если так брать. Вот так вот разработчики замутили. Да, здесь просто... Здесь новые виды почвы добавили на этой карте. И это тоже круто. Так, успешно загрузил товар картофель. Видите, пришла уведомлялка какая. Это замечательно. А Урал бортовой с семенами. Что у нас там? Он едет 12 километров в час. А где он находится вообще, дружище? Расскажи мне. А, он со склада выгрузил семена. И он тоже молодец. Он приехал их купил, выгрузил. Видим на балансе, что у нас было 53 тысячи на начало серии. Сейчас их стало меньше. А что у меня окно автодрайва пропадает все время? Кто в курсе? Все, давай едь на парковку. Больше тебе ничего не надо. Овез нам привез. Все прекрасно. Давай ехай на парковку. С семенами потом как-нибудь побалуемся. Может быть на стриме. Разберемся. Сейчас неохота. В общем-то, друзья, сейчас мы ждем пока эти самые поля наши уберутся. Когда уберется это поле, я уже поставлю ребят, которые будут его культивировать, сеять там тоже, чтобы все было хорошо. Когда уберется второе поле, мы с вами уже обратно встретимся, потому что освободится ман и будем заниматься продажей наших урожаев, которые были с теплиц. В этот игровой день я теплицами, в общем-то, с грунтом постараюсь его купить, чтобы денег хватило, потому что сейчас даже тупо денег на это нет. И в течение дня мы его туда перевезем, чтобы на следующий игровой день можно было засеять теплицы и продолжать в общем-то в них упарываться. Ну а сейчас просто ждем, пока комбайн сделает свою работу. Ну что ж, друзья мои, уже 9 часов утра. И пока убиралось это поле и, в общем-то, много всего разного произошло. Во-первых, друзья, прилетел мне таки срочный груз на пшеничку, по-моему. Я, разумеется, сразу же бросил все свои дела и понес его выполнять. Там 5 минут на это давалось. Кстати, да, можно же его не принимать, то есть оставить окно с предложением висеть. Там дается около 13 минут на то, чтобы подумать, принимать его или нет. По факту за это время можно съездить, загрузиться, отвезти, то есть, а потом его принять и чисто выгрузить. Это такой лайфхак, я не знаю. Но таким вот делом можно заниматься. Я обычно так не делаю, потому что времени там хватает прилично, чтобы все это дело отвезти и все работало. В общем-то, я выполнил контракт срочный груз на пшеничку. У нас, соответственно, появился еще плюс 1 балл рейтинга. Далее у нас выполнилась вот эта вот самая уборка поля. Не знаю, выполнилась уборка поля. Короче, ребята закончили уже с уборкой. Погнали разгрузим вот эту вот дядьку последнего. Параллельно тут уже ездит вон вокруг Нью-Холланд, который культивирует это все дело. Я дал немножко комбайну фору уехать. А также и посев идет вон сверху, видите, ездит-сеет. Разумеется, сеет он сюда овес. Другое наше поле уже полностью засеяно. Уже полностью там удобрено все самолетиком. Я это все сделал. Известь я не вносил. Тут у нас показывает уровень PH хороший. Да, немножко он упал. После следующей уборки он еще немножко упадет. И урожая будет, скажем так, с каждым разом все меньше и меньше. Каждые 3 урожая будем вносить известь. Потому что на самом деле каждый урожай это делать, мне кажется, дороговато будет. Оно того не стоит. Так, ты у нас выгрузился. Давай-ка, знаешь что? Едь на база зерновыгрузка. Разгрузись и стой там. Жди, короче. Я потом с тобой что-нибудь придумаю. Комбайн. Комбайн, комбайн, комбайн. Комбайн с маршрута мы снимаем. Все отцепляем. Все складываем. И отведем его просто на базу. Пока что ему делать особо сильно нечего. Хотя впереди у нас еще, скажем так, куча контрактов. Я имею ввиду работы на чужих полях, потому что почему-то опять хочется и имеет смысл в них упарываться. Плюс денюжки нам нужны. Так что я скорее всего время до следующего дня мотать не буду. И все вот это время за кадром может быть стримы будут. Может для спонсоров стримы будут. Короче поупарываемся немножко в контрактике. Может быть. Не знаю. Скорее всего да. Кстати, вот справа поля я тут в очередной раз покосил травку. Кстати, у нас там еще силос остался. Его тоже надо будет как-нибудь продать. Хотя тут вроде как ямы немножко багуются. Надо будет с этим разбираться. Все вот никак, знаете, руки не доходят. Кажется надо бы, а вот руки не доходят. И это грустно. Это печально. Печально быть лентяем. А я лентяй. Да. Увы. Так, дружище. Все. Стойка вот тут. И все. У тебя будет нормально. Также, друзья, что у нас еще происходит? Ну, на этом поле, как я уже говорил, все в порядке. Азот вон идеально все. Здесь азота нету, потому что самолета еще не вызывал. Это делается после посева. Посев закончится примерно через час. Вызовем самолетик и все будет нормально. Также, друзья, кстати, я отправил бортового Урала. Я вспомнил, что у нас есть бортовой Урал, который тоже может возить клубничку. А с новым обновлением тут сейчас ценники проседают. То есть первый час до того, как вы продаете, они проседать не будут. Я отправил возить клубнику. У нас осталось еще 88 кубов клубники. И сколько-то кубов еще влезает на универмаг. Короче, он туда катается. Клубника. Еще 78 кубов влезет в универмаг. Или он уже закончил кататься. Потому что там на универмаге какой-то был... А, он закончил и поехал на парковку. Давай еще раз. Едь, катайся. Вози. Я ему просто поставил там количество раз, которые надо съездить. И он съездил. И припарковался. Видите, как классно работает, да? Классно. Также, друзья, на 21-м поле у нас выполняется контракт. Тут у нас до сих пор сеется картошка. Картошку берут у нас со склада. Поэтому по карману нам это не ударит. За контракт получим кругленькую сумму. Это тоже хорошо. Еще, друзья, также параллельно я взял контракт на 39-е. Поле тут у нас убирается свекла. В общем-то они тоже убирают. Меня не трогают. И все хорошо. Да? Да. Тут им уже тоже немного осталось. Там 75% уже доставка была сделана. То есть много свеклы у нас пойдет на склад еще. И это, кстати, тоже прекрасно. Хотя я не знаю, что там по месту будет. Но если что, продадим. Можно, кстати, ее тоже на продажу будет отправить. Потом куда-нибудь. Если останется лишнее. Так что тоже тут все прекрасно. Деньги будут. У нас уже 254 тысячи. И это все с продажи клубники было. И да, кстати, я еще начал вывозить грунт с теплиц старый. Делает это у нас фэнт наш. С прицепом на 14 кубов он как-то у нас грунтом чаще всего занимается. Пускай километры себе наматывает. А после того, как я продал клубнику, у нас стало хватать денег на свежий грунт. Я решил, что сначала пускай он отвезет свежий, а потом вывозит старый. То есть свежий грунт мы отвезем новый. Все это дело сделаем. И следующим утром, когда будем заниматься уборкой урожая, мы засеем наши теплички заново. За это время нам надо еще, кстати, вывозить урожай с них. Надо посмотреть, что там еще осталось. У нас освободился ман, а значит, можем подцепить контейнеровоз и этим заняться. А вообще, давайте сначала посмотрим, что у нас по урожаю. С нашим модом точное земледелие. Я тут случайно нажал на кнопку стереть информацию про шестое поле. Но тут все было зеленое. Именно вот 125% урожая было. То есть вот это поле у нас относительно плодородное. Четвертое поле. Ни хренашеньки не плодородное. Тут вон 75, 70, сколько тут? 80% вот здесь вот углу. Просто из-за того, что там находится такая почва. Как она там называется? Супещенная? Супещаная? Хрен узнает. Извините, я не разбираюсь. Из-за того, что там находится вот такая вот не самая плодородная почва, то тут у нас с урожаем все плохо. Ну и разумеется, получше, получше. И все к центру еще прекрасно. Вот тут вот в информации можно посмотреть, сколько собрано урожая. 157 кубов у нас показывает, но я не знаю, это включая прошлый урожай, где мы овес собирали или нет. Потому что цифры здесь довольно-таки большие. 98 кубов с седьмого поля, 112 кубов с шестого, 99 с пятого и 157 с четвертого. Надо, видимо, делать сброс постоянно. Ну еще есть информация по поводу того, что это по деньгам у нас выливается. Ну да, вроде как четвертое поле просто за счет своей площади, да, оно большое, поэтому оно вытягивает это все дело в плюс, и урожая там больше. Поэтому денег оно вроде как в итоге приносит больше. Я не знаю, в общем-то, еще как это работает, когда нужно делать сбросы, в какие моменты. Я вот случайно очистил карту урожая, случайно, но все равно это на следующий раз обязательно придется делать, можно их все почистить. А вот здесь сброс делать перед посевом, после посева, а с учетом того, что у нас культивация посев идет прямо во время уборки, потому что я стараюсь это все параллельно делать, чтобы время экономить. С этим я еще буду разбираться. Если у кого-то есть какой-то правильный алгоритм действий, чтобы это интересно было вот наблюдать, чтобы информация была полезная, то можете черкануть в комментариях, я почитаю, посмотрим, разберемся. Также контракты. Вот у нас тут есть много контрактов на сбор урожая, и этим всем я уже буду заниматься за кадром. Тут у нас комбайн есть, хлопок арендуем комбайн. Тут даже два контракта на хлопок есть. Посев я, наверное, не буду делать, хотя посмотрим, как у меня настроение будет. Я думаю, к следующей серии я сделаю там эти 20 контрактов несчастных, чтобы получить рейтинг. Сейчас у нас уже 54. Хотя, если я время мотать не буду, то до утра мы еще наиграем 12 часов, а значит, у нас здесь станет 16, плюс задания на полях. Еще выполним, у нас сейчас 2 висит, они выполнятся. Станет 490 и еще 22 задания. Следующая единица рейтинга будет на 512 задании. Так что тут все прекрасно. Ладно, давайте посмотрим, во-первых, по ценам, что нам надо продать и куда это надо отвезти. Фоматы. У нас их самое много. Можно отвезти их на консервный завод, их туда влазит миллион литров, миллион семьсот двадцать пять тысяч. Так что я этого парниша отправлю. У нас 800 кубов этих самых томатов, да? 800-819 кубов. В общем-то, я их все сейчас отвезу туда. Зарядим нашего товарища, вот этого вот, который с контейнерами. По 60 кубов за раз будет возить и сделает он это довольно-таки быстро. Ну и денежка, соответственно, у нас тоже будет. А это прекрасно. Денежки это здорово. Так, товарищ, давай-ка стой здесь. Ща мы тебе тут всю работу зарядим. Топлива мало осталось в мане, но он, когда ему понадобится, он съездит заправиться. Автодрайв это умеет. Автодрайв прекрасен. Итак, что нам надо сделать? Во-первых, настроить автодрайв. Ты у нас будешь возить урожай. Загружаться ты будешь у нас на теплицах. Блин, надо это все по папкам раскидать. Что-то я уже 500 серий подряд говорю о том, что надо раскидать. Да все никак не раскидываю. Только тут точки сюда добавляю дополнительные. Так, значит, теплицы, загрузка, товар. Отвозить ты будешь у нас... Так, это у нас точки продажи, консервный завод, овощи. У нас там есть, туда и надо отвозить. И возить ты будешь томаты. Поэтому давай катайся. Найдешь точку отсюда какую-нибудь, а? Найди, пожалуйста. Слушайте, что-то нашел, хотя здесь по карте ничего такого и нету. Что, на парковку едешь? Да еще и передом. Ты что, дурак что ли? Угомонись. А что ты по голубой линии передом поехал, а? Что-то новенькое. Что-то странное. А, да, и надо здесь поменять на доставку. А то я что там не то поставил. Бывает, иногда путаюсь. Так, и автогруз надо настроить, чтобы оно все прекрасно выгружалось из двух контейнеров сразу. Я подумывал купить контейнер на 60 кубов, но сейчас в этом нет никакой нужды, потому что автогруз. Смотрите, у нас два контейнера и добавляем им задание на выгрузку. Загружаться оно будет прекрасно, а вот выгружаться, выгрузить в склад. Товар, значит мы выбираем томаты, адресат консервный завод. Есть тут такой, есть тут такой, конечно же есть. И давай вот так вот галочки тоже поставим. И второй контейнер сделаем ему то же самое абсолютно. Выгрузить в склад. Томаты и адресат консервный завод. Галочки тоже ставим. Все, в общем-то это дело будет прекрасно работать, по крайней мере должно. Ну а загружаться он будет и так нормально, потому что он нормально всегда загружался. Вот выгрузкой просто из одного контейнера он там выгружает, а вот из двух, из среднего, помните, приходилось постоянно менять их местами. Сейчас такого не понадобится нам. А вот и клубничка, кстати, грузится. Прекрасно. Слушайте, автогруз, мне вообще очень нравится вот эта штука. Игорю респектуля. Так, что у нас тут происходит? А почему вот это вот так вот тут осталось как-то все неправильно? А, ребята, что это вы себе позволяете такое? Вот тут что-то как-то они плохо засеяли. Ладно, потом проконтролируем, чтобы это все было четко. Где эти трактора вообще? Что они себе позволяют? Этот уже ездит туда-сюда обратно, этот ездит по кругу, второй круг делает. А, так он только второй круг делает, соответственно, вот тут посев. Не, все равно тут что-то не то. А, наверное, здесь было посеяно, а потом, когда выходил на проходки культиватор, он это все дело потом перекультивировал посев. Ладно, ничего страшного, бывает такое. Я из-за этого маленького клочка земли париться сильно не буду. В общем-то, эти ребята пускай работают. Да, собственно, все пускай работают. Все возят. В общем-то, денег у нас будет предостаточно к следующей серии. Я сомневаюсь, что их хватит на покупку мельницы. Сейчас посмотрим, что у нас еще прилетит с контракта. Потому что на контрактах я планирую заработать. Может быть, денег и хватит. Опаньки, а тут вот монетка где-то есть. А я все еще их собираю. Сейчас ее тяжело будет здесь найти. Фиг его знает, где она спрятана. Где-то здесь она. А, вот она, на колодце. Хоп. 20 штук уже собрал. Осталось 80. Не знаю, зачем я их собираю. Я, как правило, лояльность всем качаю, чтобы не было проблем при покупке. Но всякое может быть. Вообще, вроде, пару штук мы таки потратили в итоге. Но это было давно и неправда. Такс, тут осталось немного. Ты доделаешь все быстро. Ладно. Друзья, в общем-то. На этом эту серию я закончу. Новый сезон у нас стартовал. А новый сезон это всегда весело. Будем упарываться уже в производство. Может быть, к концу сезончика нам животных еще подвезут. Посмотрим. Тоже будет весело. Может, паровозик подвезут. Ну, в общем-то, сейчас будем зарабатывать бабосики. Расширять свою ферму. Еще, может быть, полей прикупим. Рейтинг опять-таки будет сейчас расти у нас. А значит, более жирные контракты. Куча денег. Куча всего. Веселье, да и только. Если вы, друзья, кстати, не смотрели первый сезон, то там в начале или в описании ссылка есть на плейлист. Начните сначала там. О том, как мы развивались. И как мы вообще ко всему этому дошли. Плюс, если вы хотите смотреть серии заранее, то можете оформить дешевенькую спонсорку. А тем, кто уже это сделал, огромнейшая пятюня. Пасибочки за поддержку. Вы красавчики. Пишите, друзья, ваши комментарии. Не забывайте поставить лосик. Чем больше лосика, тем быстрее выйдет следующая серия. Вы об этом прекрасно знаете. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки.